Таджикистан 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 Президент Садыр Джапаров Накануне принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны. Неочередная сессия была посвящена ситуации на армяно-азербайджанской границе. Глава государства отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств. Президент Садыр Джапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду на то, что обе стороны будут в дальнейшем воздерживаться от применения силы и разрешать все разногласия между собой мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном. Садыр Джапаров совершит рабочий визит в город Самарканд Республики Узбекистан, в рамках которого примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. По итогам встреч на высшем уровне будет подписана Самаркандская декларация Совета глав государств членов ШОС. Садыр Джапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с главами ряда государств, в том числе с главами России и Китая. Планируется подписание ряда соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран ШОС в политической, экономической, социально-культурной и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности ШОС. Кроме этого, президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров на полях ШОС встретится с главами государств. С председателем Китайской Народной Республики господином Си Зиньпиним, президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахвазом Шарифом, а также с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирамоновичем Мирзиоевым. Бывший внешний управляющий ЗАО Кумтор Голд Компани Тенгиз Бултурук задержан. Также задержаны специалист по снабжению Айша Гюльфронтбекказы Джаналиева и директор управления финансов Республики Токтуголов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Все трое водворены в ВВС ГУВД Бишкека. Сообщается, что сотрудники Кумтора задержаны в рамках возбужденных уголовных дел по факту коррупционных преступлений в горнодобывающей компании. Вчера стало известно, что по итогам проверки деятельности ЗАО Кумтор Голд Компани возбуждено три уголовных дела. Как выяснили в надзорном органе, в результате коррупционной схемы должностных лиц компания нанесла государству ущерб на сумму около 1 миллиарда сомов. Джоламан Шершенбеков завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде. Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке он досрочно одолел Эдмонда Армена Назаряна из Болгарии со счетом 11-2. Это уже вторая победа наших спортсменов на чемпионате. Ранее борец Ахджул Махмудов также завоевал золотую медаль турнира. Спортсмен Амантура Исмаилов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, завоевал бронзу. Президент Кыргызстана поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Джоламана Шершенбекова. Садр Джапаров разместил пост в социальной сети Facebook. «Ваши высокие достижения в спортивном мастерстве имеют большую мотивацию для растущего поколения», отметил глава государства. Айсулу Тенбекова проиграла схватку за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в эти дни в Сербии. В финале она уступила Илонию Прокопевнюк из Украины. Айпериме Детхазы вчера проиграла в первой схватке китаянки и потеряла шансы на награды. Сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей по вольной борьбе среди женщин. Мерим Джуманазарова начнет защиту своего чемпионского титула со стадии 1-8 финала. Она встретится на ковре с канаткой Линдой Мураес. Начало схваток предварительного раунда в 14.30 по бешкевскому времени. Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла пятое место в командном зачете чемпионата мира в Сербии. Всего в турнире по греко-римской борьбе были разыграны 10 комплектов медалей. В состав команды из Кыргызстана вошли 6 спортсменов, которые сумели набрать 77 очков в командном зачете. Этот результат позволил занять пятое место. В активе сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе три медали – два золота и одна бронза. В Бешкеке в государственной резиденции Аларча проходит Всемирный форум ректоров с участием председателя Кабинета министров Ахлбека Джапарова. Форум проходит на тему роль университетов в построении национальной инновационной экосистемы и продлится два дня. В мероприятии принимают участие порядка 100 ректоров высших учебных заведений из 60 стран мира. Проблемы с доступом к чистой питьевой воде до сих пор имеются в некоторых селах Иссык-Кульской области. В одном из них, Босбишике, в скором времени вопрос будет решен. Благодаря проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии АРИС» работы по обеспечению населения чистой питьевой водой завершены. И в ближайший месяц около 400 домохозяйств проведут воду. Сумма тендера на строительство и монтаж системы водоснабжения составила более 20 миллионов сомов. У нас в селе проблемы даже с поливной водой. Что уж говорить уже о питьевой. В 2014 году была построена водонапорная башня высотой 12 метров и емкостью 50 кубических метров. Но по техническим причинам использовать ее в полной мере не представлялось возможным. Тогда водой было обеспечено лишь 30% населения. Сейчас же АРИС решила одну из самых больших проблем и внес неоценимый вклад в развитие нашего села. В селе Джетогус и Сыкульской области началось строительство новой системы водоснабжения. Здесь пробурили скважину глубиной 150 метров. В настоящее время ведутся работы по прокладке трубопровода по улицам. Строительно-монтажные работы начались в 2021 году. Из них выполнено около 30%. Общая сумма проекта – 82 миллиона сомов. В нашем селе насчитывается 987 домохозяйств. В ближайшее время 90% из них будет обеспечено водой. Старая система была построена в 1960-х годах и не отвечала санитарным нормам. Не все жители имели доступ к чистой воде. Строительство водоснабжения решит нашу проблему. В настоящее время сельчанам приходится идти за водой в соседнее село. Более 4000 жителей ждут, не дождутся, когда по трубам в дом каждому из них поступит чистая питьевая вода. Вода является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы благодарим правительство и АРИС за то, что создают для жителей прекрасные условия. Благодаря данному проекту мы будем иметь возможность каждый день пить чистую воду. Для сельских домохозяйств в целях улучшения санитарно-гигиенических условий будут выделены субсидии согласно выбранным типам санитарных сооружений.